Сегодня мы с вами поговорим немножко про 123 страницу трактата Шаббат. Я уже говорил, что этот короткий перик, Коля Келим, занимается в основном запретом мукции, раввинским запретом, когда запретили определенные предметы двигать. Трогать их, в принципе, можно, только двигать нельзя. Но легкие предметы, как только дотронешься, они подвинутся, поэтому их, соответственно, и трогать нельзя. Так вот, вопросы мукции, они на самом деле очень сложные, очень запутанные. Но то, что я хотел сказать в отношении нашего дафа, мы отсюда видим, как прогрессировали эти запреты, иногда становились более строгими из поколения в поколение, иногда, наоборот, более мягкими из поколения в поколение. Подобное есть в другом месте, ближе к началу трактата Шаббат, когда разные запреты по отношению к мытью в горячей воде и подобное. Там тоже описывается что-то похожее, что сначала делали все строже и строже, потом кое-что сделали мягче. Так вот, здесь описывается, что в период времени Нехемии, если вы знаете, это одна из последних фактических книг Танаха. Возможно, что по хронологическому порядку она вообще самая последняя. У нас это часть книги Эзра и тому в другом месте обсуждают, почему Эзра и Нехемия это одна книга. Но это два разных автора, без сомнения, описывают половину, получается, книги. Не евреи назвали одну книгу Эзра, другую Нехемию. У нас все это называется Эзра. Так вот, половина книги написана Эзрой, а половина Нехемией. Вторая половина. Там описывается время, когда евреи не очень-то соблюдали заповеди. Многие заповеди, это было начало периода после возвращения из изгнания Бавилонского. Евреи стали собираться из Бавилонии, из Персии, из разных мест понемножку. Меньшинство евреев собрало земли Израиля в тот период времени. И в самой земле Израиля было много проблем. Очень сильная была группа местных самаритян. Кутим, это из потомков тех неевреев, которых когда-то еще сирийские цари привезли в северное государство. И другие были люди, которые мешали всячески. И два очень важных лидера в тот период времени были Эзра и Нехемия, которым удалось восстановить иудаизм. И возможно, что многие из законов раввинских, которые были установлены в течение истории, были установлены в тот период времени. Вообще, когда гад аншекнес и так дула, начало аншекнес и так дула был как раз этот период времени, видимо. Так вот, говорится, что в этот период времени, описывается в книге Нехемия, что были евреи, которые ломали шаббат. И Нехемия всячески сделал, да, обычно реакция наших мудрецов была, когда люди что-то не соблюдают как следует, сделать еще более строго. То есть на раввинском уровне сделать еще больше гизерот, еще больше ограждений. И в данном случае Нехемия фактически запретил передвигать субботу даже многие предметы, которые сегодня мукцией не являются. И полностью, да, можно их передвигать. Никому в голову не придет, что эти предметы нельзя передвигать. Он, наоборот, все запретил и только несколько предметов разрешил здесь. В Геморе описывается, что было только три предмета из основных, которые вообще были разрешены передвигать. Ну, кроме самых таких обычных. Книги, разумеется, можно было двигать там манускрипты, скажем, или, да, тогда книги включали только тонах, да, те части Библии, которые уже были написаны. Устного закона еще тогда не записывали. Можно, но можно двигать вот такие вот предметы, да, как книги, да, или там какие-нибудь ложки, тарелки. А кроме этого было еще только три предмета, которые разрешено было двигать. Все остальное было запрещено. Знаете, вот сейчас, наоборот, только запрещено кое-что, а все остальное разрешено. А тогда было как раз наоборот. Все было запрещено двигать в субботу. Некоторые объясняют, что это именно тоже были мукцы все остальные предметы. Другие говорят, что это не совсем считалось мукцей, но, во всяком случае, двигать было нельзя. Сейчас неважно, как это технически работало, но можно для простоты сказать, что все было мукцей. То есть, все почти было мукцей, кое-что было не мукцей, все остальное нельзя было двигать. А потом постепенно стали разрешать, 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 пока не дошло до того, что у нас сегодня Аллаха, как Раби Шимон, мы еще на следующем уроке будем обсуждать подробнее интересные свойства некоторых законов, которые следят Раби Шимону, не только в отношении мукцы. Но в отношении мукцы у нас Аллаха почти во всем, как Раби Шимон, как я уже говорил, кроме одной вещи. Раби Шимон разрешает даже двигать свечку, которая горела в этот шаббат и потом потухла, и ее после этого можно двигать. У нас это нельзя. В этом мы постановляем как более строгое мнение. Во всем остальном у нас Аллаха, как Раби Шимон, который самый мягкий в законах мукцы. Поэтому сейчас у нас почти ничего не является мукцей, и даже предметы, которые используются в основном для запрещенного, хотя они немножко мукцы, а на самом мягком уровне мукцы. Некоторые, кстати, из мудрецов даже не называют это мукцей вообще. Но, во всяком случае, вот такие вещи, как молоток, допустим, они сам имеют мягкий уровень мукцы, их нельзя двигать только для них самих. Например, если молоток валяется во дворе, и дождь пошел, и человек боится, что он заржавеет, то нельзя его занести домой. А вот двигать молоток, чтобы освободить место, если молоток, допустим, оставили на столе или на стуле, и человеку нужно это место, то нет никакой проблемы убрать этот молоток. И также использовать молоток в субботу для разрешенных целей, колоть орехи, например, все это можно. Вот, поэтому для нас по-настоящему предметы мукцы, которые вообще нельзя двигать, только в основном попадают в две категории. Есть еще примеры, но я сейчас не буду вдаваться во все детали, но две основные категории, которые остались, мукцы, которые встречаются, это либо михматх и сарон кис, как говорится, те предметы, которые очень человек макпит, да, беспокоятся, чтобы не трогать обычно, не двигать, да, это вещи, которые обычно человек не будет ни для чего другого использовать. Допустим, там, тот нож, которым режут мясо, да, если он чуть-чуть потупится, или как это будет зазублено, он уже не кошерен, да, нож шохота, или нож, которым делают обрезание, вот такие вот предметы, они у нас мукцы, михматх и сарон кис. И также есть мукцы, которые вообще не имеют торот клика, говорится, ничем не являются никаким предметом, просто камни, палки, вот. Поэтому получается, что, ну, деньги тоже считаются мукцей. Вот это вещь, которую вообще нельзя двигать в субботу. А большинство вещей у нас сегодня двигать в субботу можно хотя бы для разрешенных целей, а те вещи, которые в основном используют для разрешенных целей, их можно двигать даже для них самих. То есть отнести их, как я сказал, с двора, например, в том или что-нибудь подобное, если не хочет, чтобы они были на солнце или, наоборот, под дождем, это все, если предмет сам разрешенный, то двигать можно. То есть я просто хочу сказать, что раввинские законы, в этом и сила устного закона вообще, и раввинского, да, привилегий раввинов в частности, что они могли вот делать законы, которые подходят для поколения. Сейчас, после запечатания Талмуда, мы в гораздо меньшей степени у нас есть возможности такие, пока новый Санхедрен не будет. Но, по крайней мере, вот в те времена, во времена Хемия, они могли сделать гораздо строже, а потом, когда люди стали соблюдать шаббат как положено, то могли сделать мягче. И вот это один из примеров, немногих примеров, в том числе мы видим эту эволюцию, так сказать, да, изменение раввинских законов в зависимости от поколения. И если вам нравится это видео, пожалуйста, нажмите лайк и, пожалуйста, подписывайтесь на наш канал.